За несколько минут до начала баскетбольного матча на площадке разминаются игроки обоих команд. С одной стороны, команда под названием «Молодость» – студенты, чемпионы по этому виду спорта среди других вузов. Их соперники – команда «Опыт», ветераны, выпускники Рязанского медицинского университета. Когда-то они тоже играли в баскетбол, завоевывали награды и тренировали студентов. Теперь лучше из лучших столкнуться друг с другом в товарищеском матче. Мы противника не боимся, это всего лишь товарищеская встреча. Очень позитивно и доброжелательно относимся к своих ребятам. Все наши противники – это преподаватели нашего университета. Самое главное – это наш ректор нашего университета. Очень рады выйти с ним на одну площадку, очень приятно на самом деле с такими людьми поиграть. Мы готовы, не боимся, но уважаем. Во-первых, это опыт для нас, потому что у них было много игр за плечами, мы принимаем его этот опыт. Во-вторых, радость, веселье. Несмотря на то, что матч всех звезд по баскетболу товарищеский, поддаваться противнику никто не будет. Ребята сделали ставку на быстрые атаки, дальний пас и скорость. Команда выпускников, наоборот, делает упор на мастерство и опыт прежних игр и встреч. Наши выпускники, нашего вуза, медицинского университета, говоря на то, что они играли давно в сборной команде, они всегда в форме показывают пример молодежи. Под энергичную музыку представляют каждого участника команды. На первой половине поля студенты и ординаторы. Кто-то совсем недавно поступил в вуз. И теперь совмещают любимый вид спорта с учебой. А другие уже добились заметных успехов, как в первом, так и во втором направлении. На другой половине поля заведующие отделениями, врачи-хирурги, травматологи, гинекологи и так далее. Все они выпускники вуза и некогда участники баскетбольной команды. И вот первый мяч. На поле присутствует и ректор Роман Калинин. Он также был игроком и тренером баскетбольной команды. На поле ректор появился в старой форме под 13-м номером. Число на футболке – день рождения его мамы. Роман Калинин признался, что всегда играл под ним. И номер приносит удачу. И вот несколько передач, опасный момент, и счет открывает команда молодость. И теперь задача выровнять счет. Команда студентов не лидирует. На каждый заброшенный мяч отвечает соперник. Студенты бросают с дальних дистанций. Ветераны же стараются попадать из-под кольца. Матч в баскетбол играет по обычным правилам. Четыре четверти по десять минут. На поле пять игроков. Задача, как и всегда, победить. Первая четверть закончилась со счетом 21-14 в пользу команды молодость. Ну вы видели несколько удачных бросков у команды студентов. Команда выпускников пытается наладить или вспомнить свои связи, которые были раньше. Поэтому они играют более коллективно. А студенты пытаются по-баскетбольному расстрелять корзину соперников. Баскетбольный матч всех звезд – это нечто большее, чем просто игра. Обмен опытом, взаимодействие с ветеранами на поле – все это только часть большой идеи. Это свечи для того, чтобы чувствовать преимущество поколений. И ребята, наверное, понимали, что время летит. Но на самом деле страшно не это. Страшно потерять друг друга. Мы не потерялись. Подобные баскетбольные матчи проводятся с 2012 года и соревнуются команды в разных видах спорта. Например, 29 сентября прошли сразу два товарищеских матча по футболу и волейболу. А баскетбольный матч всех звезд закончился неожиданно. Команда «Молодость» вела со счетом 81-79. На последних секундах мечом завладели ветераны. И прямо перед финальной сиреной заработали два очка. Счет так и решили оставить ничейным по 81 у каждой команды. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.